Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Эписк Пальберт Раткин, и сегодня у нас в гостях в нашей студии Роман Николаевич Лункин, член Академии Российской Академии, он доктор политических наук, кандидат философских наук. Роман Николаевич, приветствую вас снова в нашей студии. Приветствую вас, вы все правильно сказали, я и доктор политических наук, и религиовед, но фактически социолог, который изучает и общество, и религию, и связь религии с политикой. Хорошо, давайте сегодня поговорим как раз о религии и политике. Недавно вы наделали столько шума в соцсетях, Роман Николаевич. Вы знаете, я позвонил вам, я, конечно, был потрясен тем откликом, который вы получили. Я хочу нашему совету рассказать о чем разговор. Это о вашем посте, который вы сделали в Фейсбуке сразу после оглашения приговора Алексею Навальному. Вы назвали свою, ну, в Фейсбуке вот то, что вы написали, назвали проповедь Антихриста, и Антихриста с большой буквы. Навальный проявил себя как настоящий Антихрист. И началось. Что началось? Роман Николаевич, почему? Зачем вам это? Я могу все объяснить. Ну, прежде всего, вот этот пост, который условно назывался проповедь Антихриста, конечно, изначально это был такой эмоциональный порыв. После того, как я прослушал и саму речь Алексея Навального, и прочитал то, что стало распространяться по интернету достаточно широко, вот этот кусок условно названной проповедью Навального. И затем я даже хотел, как бы первое время, после того, как пост существовал, где-то несколько часов, я хотел его удалить. Потому что совершенно понятно, что проповедь Антихриста – это скорее такое не научное ведь определение. Это такое богословско-психологическое, вот эмоциональное. Это совершенно понятно. Но затем я оставил пост, поскольку оказалось, что я затронул некоторую такую, то есть попал просто в точку, в точку кипения, общественного кипения, общественной дискуссии. И дискуссии не только среди религиозных деятелей, но и, в общем, достаточно широкого круга интеллигенции. И среди моих друзей на Фейсбуке, и даже не друзей, то есть стали проходить достаточно большое количество людей, которые стали комментировать с разных точек зрения. Причем потом я просто сам был шокирован теми обвинениями, которые стали поступать. В общем, вполне в духе Владимира Соловьева и Киселева, которые такие же обвинения бросают в сторону оппозиционеров и протестующих. А это я получал обвинения, даже личные угрозы от людей вполне интеллигентных, которых я раньше считал, что они вполне такие люди, которые не способны даже такие слова произносить. Но если судить, опять же, по развитию вот этой дискуссии в социальных сетях, то с виду и сейчас может показаться, что российского ученого травит действительно какая-то секта Навального. Ну что вы так? Там же очень много разных людей было. И просто могу сказать вам добро пожаловать в мир блогерства. Только не поймут еще люди, наверное, вы хейтер или, как называется еще, хайпер, кто хайп снимает на событии. Ну и здесь получилось, как мне кажется, некоторое совпадение вот этих вещей, как бы хайперства и хейтерства и всего остального. Но, в общем, этот пост про проповедь Антихриста, если так кратко, то я написал о том, что вполне возможно сравнение Навального, который таким образом воспользовался отсылкой к Слову Божьему, к вере, с некоторой проповедью Антихриста. Почему? Вот у меня такая идея возникла. На нее меня натолкнула краткая повесть об Антихристе нашего философа Владимира Соловьева, который написал ее в 1899 году. У него есть такое произведение, значит, три разговора, такие три философских разговора, и к ним прилагается краткая повесть об Антихристе. Если излагать так кратко сюжет вот этой повести, то там описывается, как бы, такое нападение, что ли, глобальной Азии на Европу. Европа проигрывает, и затем в результате вот этого противостояния, этой войны возникает Соединенные Штаты Европы, то есть фактически вот такой Европейский Союз. А возглавляет этот Европейский Союз, такую глобальную империю, собственно, человек, который вообразил себя Христом и который и описывается вот в этом произведении Владимира Соловьева как Антихрист. И Антихрист, собственно, он объединяет всех, ему как бы не важна истина, он не упоминает Христа. И здесь, кстати, там многие православные тоже упрекнули Навального в том, что он не упомянул Христа в своей речи. И, кроме того, какое вот одно из таких главных качеств, значит, Антихриста, это обещание и таких радикальных общественно-политических преобразований. В повести Владимира Соловьева Антихрист даже написал, значит, книгу, которая широко была распространена «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию». Это обещание счастья. Чем заканчивается проповедь Навального? Обещанием всеобщего счастья всем и всей России. При этом, как бы, вера, опять же, он не называет там Библию, там называет Христа там и так далее, но вера христианская, она у него смешана с магизмом, значит, Гарри Поттера, с магическим вот этим сериалом, и, кроме того, с мультяшным профессором из мультика «Рик и Морти». Соответственно, меня поразило то, что поднялась достаточно большая волна почти обожествления Навального, восхищения, значит, вот этим человеком и, фактически, ну, преданием ему какого-то такого особого статуса, самого или единственного даже, и такое тоже встречал у Константина Эйгерта, такого известного журналиста с «Соснова», «Дойче Велле», о том, что это единственный христианский политик в России. То есть я считаю, что я своим постом таким образом выступил против обожествления политиков. Ну, я не знаю, кого взяли там. Я даже не думал, где Алексею было столько перечитать в тюрьме, чтобы стать, как вы говорите, и вот этим из книги Соловьева «Человеком», да, антихристом? Нет, я не говорю, что он это читал. Скорее всего, он этого не читал. Я говорю, что меня натолкнуло на то, чтобы об этом как бы именно так написать. И вот Навальный – это человек, который ведь ловит тренды. И совершенно понятно, что он поймал этот политический тренд, когда действительно требуется вот некоторая такая религиозная духовная мотивация. Ну, то есть вы полностью ему отказываете в том, что он действительно уверовал. То есть у вас не закрадывается эта мысль, что человек искренне говорит, что читает книгу, ему стало легче. Пусть он книжкой назвал. Вы говорите православную, упрекнули, что Христа не упомянул. А что это? Он стоял за Омоном, что ли, проповедовал? Почему он в суде должен был упоминать? Он совершенно не должен был его упоминать, его никто к этому не обязывает. И вопрос, собственно, о личной вере Навального я также не рассматривал. Я рассматривал как социолог, как религиовед. Я рассматривал вот этот феномен, что ли, обольщения политикам, которые вдруг начинают использовать некоторые духовные определения, отсутка к духовности, к воле Божьей. И это становится вот некоторым таким трендом нашей жизни, потому что у нас же многие уже политические деятели стали этим активно пользоваться. Вот известный Егор Жуков, как раз тоже один из таких молодежных героев, задержанный на акциях протеста, он произнес вот такую целую тоже проповедь. Но там он напрямую говорил о том, что для него самые главные христианские заповеди. Первое – это ответственность. Но это далеко не самая, наверное, главная христианская заповедь. Но в политике, наверное, ответственность – первое. Второе – это помощь ближнему и солидарность. Вот это Егор Жуков говорил. Буквально недавно, это мало заметили, но Оксана Пушкина, депутат Госдумы, с которой как раз православные борются вокруг проблемы абортов, значит, а Оксана Пушкина, она выступает против того, чтобы аборты были запрещены. Она также воспользовала цитаты из Библии, по-моему, из Ветхого Завета. Правда, она процитировала слова, я уж не помню точно какие, но о том, что «дозакроются лживые уста» и так далее. Но это она обратила как раз к церковным деятелям, которые ее упрекают, в том, что она проповедует убийство детей. Вот такая работа. Роман Николаевич, вы совершенно правы. Многие политики, вот прошлый год, особенно ковидный год, я заметил, Зюганов не просто упомянул, а целую взял там большой такой кусок по отношению к верующим, защита права верующих. Это становится трендом. Люди начинают понимать, что, ну, а на что еще надеяться? Вот вы говорите, что политики чувствуют, чувствуют нерв общества. Вы тоже его почувствовали теперь на себе? Я абсолютно точно почувствовал на себе этот нерв. И, ну, действительно, вот людей это захватывает, когда, с одной стороны, есть запросы на свободу, на справедливость, на гражданскую свободу, на там честные выборы. И, собственно, ну, вот официальные политики, они ведь тоже там иногда даже в храм ходят и говорят о поддержке традиции, о вере. Но это вообще вот настолько остро не воспринимается вообще. А воспринимается что? Как бы духовная мотивация, духовное оправдание именно необходимости там свободы, справедливости и честности. Здесь, опять же, и сами священнослужители, они, в общем, стараются, ну, проходят по лезвию ножа, но при этом уже, также, ну, ваш пример тоже не исключение, как бы так окунается в эту общественно-политическую жизнь, в этот океан, вот в эту бурю страстей. И у нас же были в 2019 году, значит, обращения в защиту фигурантов московского дела со стороны священнослужителей. В прошлом году было обращение, ну, фактически в поддержку вот тех, кого избивали на демонстрациях в Белоруссии. И это подписали там более полутора тысяч, значит, людей, разных веросповеданий и священнослужителей. И, кстати, я тоже это обращение подписывал. Но там, как бы, косвенно, там, как бы, Лукашенко ведь называют царем Иродом. Вот, то есть там, там прямо не называется Лукашенко вообще, но слова о царе Ироде, в общем, как-то по-другому истолковать довольно сложно. Соответственно, это тоже, в общем, использование вот этого религиозного ресурса в политических целях. Я, когда реагировал на критику в свой адрес, но даже это была не реакция, я скорее проанализировал вот эту критику по поводу того, что нельзя вообще там затрагивать этот вопрос, и что любая критика – это потворство там власти, жестокости и вообще. Я считаю, что это не так. Я считаю, что Алексей Навальный – живой человек, живой политик. Его можно обсуждать, его можно и критиковать, несмотря на то, что он находится в заключении. Это во-первых. Во-вторых, я, собственно, как социолог, у меня есть не только право, но и обязанность посмотреть на ситуацию со стороны. И со стороны я увидел вот что. Что в рамках современной политической ситуации в России, в общем-то, как бы власти противопоставить нечего. И в обществе, и в общественной среде также, по сути, нет каких-то значимых оппозиционных сил или ярких политиков. Я даже как-то подумал, что в Белоруссии даже вот Лукашенко было кого посадить. Там же есть целый набор вот разного рода деятелей, которые сидят в белорусских тюрьмах. А у нас только один, один Навальный. На нем, как бы, свет клином сошелся. Роман Николаевич, сидеть некому. Кого убили, кого пристрелили, кого отравили. Не знаю, насколько. Можно так говорить? Ну, об этом можно говорить, к большому сожалению. И вот такой большой политической трагедии, конечно, было убийство Бориса Немцова. Очень сильные фигуры. И я думаю, что его, как бы, многие, значит, боялись. И именно поэтому это произошло. И действительно, вот этот, как бы, свет клином сошелся на Навальном. И этот свет ослепил и его в какой-то степени. Потому что многие его высказывания и о ветеранах, и по поводу адских мук, в общем-то, не являются доказательством его истинной христианской веры. Так даже мягко. Христ тоже сам и говорил, кому куда пойти. Кто по одной, кто по другую. Да, и кроме того, это, собственно, ослепило и, в какой-то степени, и нас самих, и нас общество, и наше общество. И я полагаю, поскольку это совершенно естественно такое, вот, как бы, психологическое, политическое явление, поскольку супергерой должен противостоять вот такому суперусловному антигерою в виде нашей власти и лично президента Путина. Потому что, как бы, никого другого на этом поле вообще нет. Нет никаких промежуточных вариантов, где мы могли бы там еще поспорить, вот, покопаться именно. Именно поэтому настолько была, как бы, острая реакция, которая показала разделение, поляризацию вот общества по вот этим политическим вопросам. И дело в том, что радикально уступает и радикально требует, как бы, каких-то казней египетских для оппозиционеров и сторонники власти. И, кроме того, вот сами представители так называемой либеральной агенции, в общем-то, в значительной степени часто поступают, ну, по-советски, я бы сказал. В том смысле, что вот в этой части общества также отсутствует, значит, терпимость к чужому мнению. Но она отсутствует объективно. И это чисто советская традиция того, что должна быть вот эта идеология. Это правда. И все. Всех остальных, вот, как бы, вот туда, на костер, либо, значит, на запад, пусть они валят там, вот либо сюда, либо туда. Я сам подметил для себя, и, ну, как бы, для меня это открытием было, что опять в истории проявляется то же самое. Гонимые становятся гонителями. И по отношению к вам, к вашему посту, ко всему остальному, вот, вы говорите, даже либеральная общественность. Гонимые терпят все, и вдруг становятся сами гонителями. Почему так? Почему история? Ну, я убежден в том, что это, ну, во-первых, так складывается политическая ситуация. Вот сама поляризация, она не допускает, как бы, полутонов. То есть вы должны выбирать либо за вот эту партию, либо за, как бы, либо за Навального, либо за Путина. И фактически, как бы, никакого выбора нам не оставляют. Так как, как бы, не оставили выбора по поводу Лубянской площади и памятника. Либо Александр Невский, либо Дзержинский. Все связано, как бы, с силой, с государственной, с военной машиной и с противодействием Западу. Все, как бы, никакого другого выбора, как будто бы, у нас нет. И такой же, кстати, вот выбор ставит и Владимир Познер, который заявил по поводу того, что вообще православие – это страшная вера, и не надо было ее выбирать. То есть фактически это говорит о том, что там те, кто из либерального, условного либерального лагеря хотят прийти к власти, для них вера вообще будет не важна, а особенно православие. И совершенно понятно, что хочешь, не хочешь, но и сам Патерин Навальный тоже ассоциируется с этим либеральным лагерем. И он его поддерживает, этот либеральный лагерь, то ли искренне, как такого политика, то ли как некий таран, который должен разбить вот эти кремлевские, значит, золоченые ворота. Тут вот пока это непонятно. И в этой ситуации я как раз призвал не обольщаться, сохранять здравый смысл. И, в общем, именно вот этот призыв привел к тому, что уже на разного рода сайтах и даже в интернет-изданиях, то есть не только в социальных сетях, стали сыпаться вот такие обвинения разного рода в политической неблагонадежности. Совершенно в советском духе. И, в общем, духе вот нашей телевизионной пропаганды. То есть это даже до смешного, как насколько все это повторяется вот в этих лагерях. Я скажу честно, прочитал все комментарии. К первому, ко второму посту. Ой, даже я не читал все. Не, мне заинтересовало очень. И знаете, что увидел? Часть была такого посыла, что вы готовитесь, наверное, стать депутатом Госдумы. То есть вы такой хороший, как вы Закидон сделали. Часть постов была, ну, знаете, наверное, справедливых все-таки, не бей лежачего. Нам это близко, особенно верующим. Очень много протестантских пасторов, вы сами отметили это, писали как раз, что не надо. Он и так в тюрьме. Его и так не добили. Знаете, и тут вы как бы все-таки такой известный, узнаваемый человек в религиозной среде. И вы как будто берете ножичек и еще так раз под ребро ему. Давай поможем добить. Восприняли так, скорее всего. Поэтому и пишут. Ну, ведь в народе есть не бей лежачего. Были еще часть комментариев, которые просто посмотрели волки и овцы. Вот овечка сказала что-то, а волки ее загрызть хотят. Ну, понимаете, дело в том, что есть вот те, как бы, диссиденты, которые у нас там сидят по тюрьмам, там, например, в Карелии, вот из Мебриала, да. Там еще целый ряд других людей, которые, в общем, тоже являются вот такими, как бы, невинными жертвами. Но все-таки фигура Навального, она стала намного масштабной, масштабнее, чем просто там фигура отдельного заключенного или просто диссидента. Ну, это действительно вот политик, которого как бы нужно и можно обсуждать. И обсуждать ее с разных точек зрения. Вот здесь я рад, что для многих вот эти размышления, что ли, о религиозной мотивации, о религиозном образе Навального, они стали поводом для того, чтобы задуматься вообще об отношении к политикам, как они используют веру в своих целях. Ну, как бы каждый политик использует веру в свои цели, даже как бы атеист, да. Это видно и на европейском примере. Вот как Эммануэль Макрон там выстраивает свои отношения со славом, там старается одних выгнать, там других приструнить, там и так далее. Все это объясняя защитой священной светскости, сакральной светскости, государства там и так далее. То есть это явление, оно всегда будет и более того, в рамках оживления нашей гражданской общественной жизни в России, которая, я верю, происходит, эта тенденция будет только усиливаться. Политики будут все больше говорить о Слове Божьем, о христианской справедливости, о христианской правде, о том, что там что-то цитировать из, там прямо или косвенно цитировать из Евангелия, из Библии. Здесь, кстати, вот удивительный, конечно, пример, такой креативный, я бы сказал. Ну, наверное, вы слышали, что один из оппозиционеров, которого посадил Лукашенко, Бабарика, там глава одного из белорусских банков, он написал свою речь политическую, перефразируя послание к коринфянам апостола Павла. Как бы прямо не указывая там, но это был парафраз послания апостола Павла. Таким образом, это, как бы необходимо вот об этом думать и, в общем-то, не обольщаться ситуацией. Тогда что это? Это такая ступень развития нашего общества, когда все уже на плотском уровне, на физическом уровне использованы все аргументы, и начинается с самого глубинного, самого сокровенного, просто совести человека, а веры, его души, его духа, его сердце, что все уже, все пряники, все кнуты роздано уже. Вот я еще, знаете, вы сказали, что вы пожелаете здравого смысла. Я прочитал, да, вы написали дословно «Желаю всем сохранять здравый смысл в этой безысходной ситуации». Настолько она безысходна, что все начинают о Боге говорить и обращаться к Нему. Я бы сказал, что в рамках политической жизни России действительно сложилась вот такая ситуация, с которой пока не видно выхода. Но вот обращение к вере. Я все-таки как социолог религии, как религиовед объясняю именно живучестью религиозного чувства и тем, что все равно человек ощущает недостаток вот этого религиозного чувства и, соответственно, его воплощение в жизнь. Не только там в личной жизни, в социальном служении, но и в общественно-политической. Потому что общественно-политическая, гражданская жизнь это тоже неотъемлемая часть жизни человека. Как бы мы этого не боялись, не страшились и не считали, что это что-то такое как бы грязное, что ли, и вот здесь складывается безысходность, потому что с одной стороны политику в принципе считают вот таким грязным делом во всем мире. Это не только в России. Что особенно выражено в России, это потери некоторого такого что ли доверия и веры в справедливость, в правду, в честный суд и в честные справедливые выборы. Вот при абсолютном потере вот такого доверия к этим явлениям и институтам и складывается вот такая как бы безысходная ситуация, о которой я говорил, и стремление политических деятелей как-то апеллировать к высшим силам, к высшей мотивации для того, чтобы показать свою искренность, свою истинность и истинность и искренность своих намерений. Потому что если уж как бы они объясняются волей Божьей и цитаты из Евангелия, то тогда как этому человеку не верить? Согласна? Знаете, вот видите, вы уже мне поверили. Ну, поверили. Мы с вами общаемся. Да. Это не вопрос веры. Не верим. Я вижу, знаете, ну, и в первом, и в втором посте ну, какая-то безысходность. Вы, вы как вот даже социолог, как политолог, вы не видите не видите какого-то будущего, не видите разрешения никакого тоже. Все это ситуация, которая сложилась в нашей стране. С одной стороны, все это растет, недовольство, отсутствие, действительно, вы подметили, и вера в справедливость, законность, суд. Люди все увидели. И тут не надо быть ни каким-то большим специалистом в этих, во всех сферах. Все это видно, мы живем среди этого всего. когда судят вот ни за что, можно сказать. Добить правды нельзя. И поэтому по отношению к Алексею то же самое. Люди же тоже видят, люди все понимают, прошу прощения, почему это происходит, как это происходит, почему его судят. Я хотел немножко, знаете, поговорить о нашей протестантской среде. Вот увидел, ну, не только увидел и получил уже много. Постоянно, постоянно люди говорят, не лезьте в политику, не лезьте в политику. Христиане не должны лезть в политику. Некоторым замечаю, посмотрите, почему не должны лезть в политику. У нас президент верующий, христианин, ходит в храм, причащается, на службах стоит. У нас члены правительства, члены Государственной Думы, Совета Федерации. Очень многие верующие. Почему верующим не надо лезть в политику? Почему такой запрет? Вот как вы думаете? Только некоторым избранным позволено вот где-то быть, а верующим вроде нельзя, какая-то нелепица. Биполярное расстройство. Ну, это, вот этот запрет на участие верующих в политике, это скорее некоторый внутренний такой запрет. Это внутренняя такая граница, которую там многие не могут перейти. И некоторый такой стереотип, опять же, который на западе поддерживается секулярной культурой, такой бездуховной и безрелигиозной, равнодушным к вере. А у нас в России он поддерживается и вот этой идеей светкости и собственно вот таким советским, советской традицией о том, что религия вообще, она должна быть где-то вот спрятана глубоко и ее не должно быть видно. Это с советского времени у всех как бы сложилось в сознании и до сих пор существует. То есть даже до смешного как бы доходит, что там среди моих коллег считают, что там многие, что пример Навального там можно говорить о вере, а представителям церкви о политике говорить нельзя, потому что это вмешательство, пусть эти попы занимаются своим делом там и так далее. То есть здесь даже возникает определенное противоречие. То есть Навальному и оппозиции Егора Жукова, еще другим всем остальным. Пусть Райд, кстати, тоже говорили о вере. И можно, а вот этим диким попам нельзя. Это тоже, вы знаете, меня как бы возмущает. Это позиция, потому что это совершенно не соотносится с либеральной идеей вообще-то. Свободы слова, свободы совести во всем. Я бы добавил еще туда нашего президента, когда он, помните, об обрезании говорил тоже о религии и приглашал всех, что обрежем так, что все будет хорошо у вас. Помните? Так вот, с одной стороны существует... Он не депритив президента вмешиваться. Да, да. То есть, с одной стороны есть некий вот этот внутренний запрет, с другой стороны, с развитием гражданского общества и в том числе приходов православной церкви, общин, ростом общин протестантских, католических, мусульманских, совершенно неестественным образом, верующие священнослужители, они заявляют о своей политической позиции. И все больше становится тех священнослужителей, которые этого не боятся. И как раз в прошлом году я специально уже говорил об этом и отмечал, что произошел некий такой православный прорыв в политической сфере, в критике по отношению к власти, православные можно сказать впервые превзошли всех как бы все остальные силы и в том числе религиозные. То есть считалось, что вот у нас как бы протестанты самая такая вот прозападная сила и в общем по крайней мере представители власти считали, что это источник такой оранжевой революции, а оказалось, что в общем нет, что православие это источник оранжевой революции. Ну если так обострять, Роман Николаевич, рука в колбу тянется перекреститься и сказать, как это сердце мило, так и обелили протестантов. А, в самом случае я обелил протестантов. да, ну вот знаете, что заметил? Но вы как раз со стороны как-то немного нарушили мою стройную концепцию, поскольку оказалось, что вы стали самым главным и первым таким протестантским оппозиционным блогером. А что в моих блогах оппозиционного? С вами говорю. Вы же не позиционер? Я вообще не, ну нет, не оппозиционер. Я как бы ученый, социолог, который изучает, смотрит на эту ситуацию, на политическую ситуацию как бы немного со стороны. Но оппозиционный условно. Роман, ты не оппозиционер, епископ, куда, какой я там оппозиционер. Правду говорим, читаем Иван. Ну у нас видите, получается, что все, кто говорят правду, оказываются записаны в какие-то такие партийные группировки. Хорошо, я вас как бы не буду записывать в оппозиционеры, но по крайней мере у вас первый такой протестантский блок, который стал свободно говорить о политической жизни. Вот так подойдет? Подойдет, спасибо. Спасибо. Прекрасно. Вопрос, может быть, он для вас будет неожиданным? То, что я увидел в стране, оценивая наше вот за этот год, когда я активно занимаюсь, встречаемся с политиками, с политологами, с разными людьми, социологами, с религоведами на канале на нашем, ну и просто с священнослужителями, я увидел, буду говорить то, что я увидел в протестантской среде, что вы, вот вы, именно, Роман Николаевич Лункин, для многих стали, наверное, первым таким публичным человеком, который, как многим кажется, защищаете нас, протестантов, да и не только протестантов, пишите о вере, о религии, вот, и вот этот шквал критики, который обрушился, я посмотрел, очень много протестантских священнослужителей обрушились на вас критикой, и я вдруг увидел, что вы стали для нас, как будто, ну, не скажу для меня, да, для многих, как будто иконы, если можно так взять, я в кавычки возьму это, таким человеком, первым, наверное, публичным человеком, который начал разговаривать, говорить что-то, писать в газетах, выступать где-то, защищать как будто, и когда вы выступили впрямую, вот с таким словом антихрист, большой буквы, то многие, наверное, посчитали вас, как лжемессию, вот мы понадеялись, что есть один порядочный, есть один верующий, есть один хороший человек, имя его Роман Лункин, а он вот на тебе вот таким оказался, как чувствовать себя таким расхристованным, а, лжемессией, Роман Николаевич? Ну, вообще, было бы не очень уютно чувствовать себя иконой, и поскольку, в отличие от Навального, я не собираюсь быть президентом России, и даже куда-то баллотироваться, то для меня даже очень хорошо, что многие решили, что я вот какой-то там лже икона, лучше вообще не считать меня вот такой иконой, и потому что человек, он сложен, там, вот по своей природе, и, в общем-то, ну, у меня, конечно, есть как бы своя, вот такая политическая, там, эволюция, своих взглядов, и, но, но при этом, именно принципы, там, свободы слова, свободы совести, они, они остаются для меня всегда незыблемы, и, независимо от того, там, кто будет что писать, там, или говорить, я все равно буду защищать и протестантские церкви, и другие церкви, и разного рода религиозные движения, по которым, там, я сейчас пишу, там, религиические экспертизы, соответственно, вот эта позиция, моей, это, 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 безусловно, не изменит, там, ни в коем случае, хотя, вот, ирония судьбы заключается в том, что, большинство критики, и даже угроз, которые, вот, вот, вот цыплются в мой адрес, все это происходит, как бы, во имя идеи христианского милосердия, вот это, для меня, очень странное ощущение, когда, когда тебя, вот, как-то пытаются, там, уничтожить, и даже угрожать, именно во имя христианского милосердия, очень странное чувство. Не чувствуете себя, Алексеем Навальным? Вот, по отношению к нему, ситуация аналогична, с вами, вот сейчас, масштаб, может, немножко другой? Ну, и масштаб другой, и, кроме того, все-таки, действительно, там, человек вот так по политическим мотивам осужден и претерпевает страдания, поэтому я тут вот совершенно не могу себя с ним сравнивать и с его, как бы, человеческой смелостью, потому что его смелость, все-таки, это надо отметить, она есть. Не всякий человек поедет в страну, где его сразу там сажают в тюрьму. Поэтому, нет, я, вот, слава богу, пока не чувствую себя на месте, на месте Навального, и, в общем, не хотел бы оказаться, потому что это действительно довольно противоречивая, вот сейчас, вот эта позиция, которая, ну, реально разделила наше общество. И, опять же, возвращаясь к безысходности ситуации, это совершенно, вот при такой поляризации, совершенно невозможно предсказать, что будет дальше. Согласен, полностью с вами согласен. Вчера я был у одного священника сельского православного в Казахстанской области. Он до этого выступил по, тоже заявление сделал, пожилой, достаточный человек, Георгий Федорчтейн. Мы провели у него очень много времени, общались, молились, разговаривали на разные темы. Знаете, он интересную вещь сказал. Он говорит, я не слушал речь, а когда послушал ее, вот и его известное интервью канаву «Семь на семь», по-моему, не знаю какой. Вот, и после этого он сказал, знаете, удивительную вещь. Он сказал, что иногда стыдно цитировать самого себя. Не иногда, а просто сказал, стыдно цитировать самого себя. но это было до 20-го, до того, как я услышал речь Алексея Навального в суде. Вам вот сегодня оцениваю все. Вы бы не могли сказать такие же слова? Мне тоже стыдно за что-то в моем том посте, который я написал. Ну, вообще, знаете, вот, как бы, призвание социолога, я об этом тоже много раз говорил и религиозным деятелям, которые и раньше, там, еще лет 20 назад, когда я писал для портала Кредо, ну, критиковали меня за мои статьи, я всегда говорил о том, что все-таки призвание социолога это писать о конфликтах и выявлять вот эти конфликты, анализировать самые разные конфликтные и проблемные ситуации. Ну, просто, это как бы профессия такая вот этим заниматься. И поэтому совершенно очевидно, что, в общем, этот конфликт вот был выявлен, собственно, и я думаю, надеюсь, что вот, как бы, пример вот такого рода обсуждения, он поможет и религиозным деятелям, и верующим сформировать более такой, что ли, сбалансированный взгляд на политические вещи, на самих политиков, потому что я как бы надеюсь, что в политической жизни, ну, не надеюсь, я это, собственно, вот я думаю, что и будет, и будет именно так, что появится как бы еще не один Навальный с такого рода проповедями, и, конечно, там, я постарался в столь яркой и, может быть, резкой форме пробудить сознание и, собственно, чтобы их извилины как-то там зашевелились вот на этот счет. Роман Николаевич, благодарю вас. У вас все получилось, извилины зашевелились и нерв затронули, и увидели насколько общество поляризировано, насколько сегодня многие, даже священнослужители воспринимают все в черно-белом свете, ты или за наших или за белых, да, за красных или за белых, за одного или за другого. Но спасибо вам большое, спасибо огромное за ваше интервью. Да, спасибо вам большое и спасибо вашему блогу, вас смотрят тысячи людей, действительно, это очень широко распространяется по всему интернету и цитируют и обсуждают на самом высшем уровне, это я вам точно говорю. Спасибо, спасибо. Будем стараться, чтобы и их затронуло. Храни вас Господь, благословения вам в вашем труде. Спасибо вам большое. Спасибо. С Господом. Да, с Богом. Дорогие друзья, с вами был я, епископ Альберт Раткин, и сегодня у нас в гостях был Роман Николаевич Лункин, доктор политических наук, кандидат философских наук, религовед, который надел много шума в интернете, но сегодня он объяснил свою позицию. Я думаю, что нам всем надо иметь здравый разум. В это, как сказал Роман Николаевич, безысходное время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова